Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами на уроке русского языка поговорим об энергии будущего. Мы с вами познакомимся с превосходной степенью наречий. Сегодня на уроке ты узнаешь, что такое энергия, какие виды энергии существуют и о превосходной степени наречий. Ты научишься образовывать формы превосходной степени наречий. Обратите внимание на те слова, которые мы будем использовать на уроке. Энергия и ее источники, возобновляемые и невозобновляемые источники, передовые технологии, альтернативные источники, степени сравнения наречий. Энергия – это жизнь. Для создания комфортных условий человечеству на Земле требуется много энергии. Различают исчерпаемые источники и неисчерпаемые. К исчерпаемым источникам относятся природный газ, нефть, уголь. Однако их запасы на Земле постепенно истощаются. Кроме того, новые появления, новые месторождения очень долго разрабатываются. А еще требуется длительное восстановление этих источников энергии. Но мы не должны забывать еще и о том, что их использование приводит к ухудшению экологической обстановки. Итак, что же такое энергия? Это природный источник, который создает условия для стимуляции и развития жизнедеятельности человека. Но мы с вами речь сегодня на уроке будем вести об энергии будущего. Что же это такое? Да, действительно, энергия будущего – это очень большая тема, которая дает почву для размышлений. И размышления наши направлены на то, чтобы разрешить вопросы, касающиеся проблем современности. Кроме того, мы не должны забывать, что, живя в настоящем, должны строить прогнозы на будущее. Поэтому человечество на протяжении последних десятилетий очень активно включилось в поиски путей альтернативных источников энергии. А что же такое альтернативные источники энергии? Это способы получения тепла и электричества при помощи неиссякаемых природных ресурсов, к которым относятся солнечные лучи, ветер и прочие дары природы. Ну и возникает вопрос, а для чего искать альтернативные источники? Обратите внимание, какие причины для этого существуют? Быстрый рост численности населения на Земле и развитие научно-технической революции толкнуло к тому, что потребление электроэнергии растет с каждым годом. Кроме того, запасы нефти и газа, при увеличивающем потреблении хватит только на несколько десятков лет. Представьте себе, какой это короткий срок. Подорожание нефти на мировом рынке способствует повышению интереса к новым видам энергоресурсов. Вот об этих новых видах энергоресурсов мы с вами сейчас и поговорим более подробно. Обратите внимание, какие энергоресурсы на сегодняшний день существуют. Энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидроэнергия, энергия биомассы. Я хочу заметить, что здесь приведены примеры только тех источников энергии, которые нам уже с вами довольно-таки хорошо знакомы. Но мы должны знать, что существуют и другие виды альтернативной энергии. Например, энергия приливов и отливов, геотермальная энергия, это имеется в виду получение тепла от Земли. Альтернативные источники, за и против. Какие же преимущества имеются при использовании альтернативных источников энергии? Возобновляемость, экологический аспект, широкое распространение и доступность, низкая себестоимость производства энергии в обозримом будущем. А какие же недостатки можно заметить в использовании альтернативных источников энергии? Непостоянство, зависимость от погодных условий и времени суток, невысокий коэффициент полезного действия, исключением из этого являются только водные источники энергии, высокая стоимость, недостаточная единичная мощность установок. Да, многие недостатки связаны с производством, но я думаю, что каждый из вас может взять для себя ориентиром и выбрать профессию, которая поможет приобщиться всему человечеству к разрешению глобальных проблем. Ну а мы с вами сейчас переходим к повторению пройденного материала на прошлом уроке. Мы с вами говорили о сравнительной степени наречий и акцентировали внимание на способе образования простой и составной формы сравнительной степени наречий. Простая форма образуется при помощи суффиксов е-е-ей, е-ше, например, красиво, красивее. Составная форма образуется при помощи слов более-менее и плюс наречия, например, более уверенно. А теперь давайте с вами посмотрим, как же образуется превосходная степень. Ну, во-первых, превосходная степень, она обозначает качество, которое присутствует в наибольшей степени. Как же образуется превосходная степень наречий? Простая форма образуется при помощи прибавления суффиксов е-е-еш, а-еш, заметьте, точно так же и в именах прилагательных. Составная форма образуется при помощи местоимений всех, всего и плюс наречия в сравнительной степени. Итак, покорнейше прошу. Перед нами наречия в простой форме превосходной степени. Образовано наречие при помощи суффикса е-еш. Следующий пример. Нижайше кланяюсь. Суффикс а-еш. Помог нам при образовании простой формы превосходной степени. Составная форма превосходной степени. Ну, я думаю, что с образованием составной формы превосходной степени трудностей у вас не возникнет. Лучше всех, лучше всего. А теперь обратите внимание на те слова, которые даются внизу. Строго, высоко, рано, тихо. Я даю вам некоторое время для того, чтобы вы образовали простую и составную форму превосходной степени наречий. Что же у нас получилось? Я думаю, что определенные трудности вы испытали при выполнении этого задания. Не мудрено, что у вас возникли эти сложности. Итак, давайте вместе посмотрим. Простая форма превосходной степени. Мы к этим словам должны добавить суффиксы е-еш, а-еш. Строжайше. Хорошо, с этим наверняка все справились. Немножечко, может быть, вы задумались над словом высоко. Как же образовать? После некоторого раздумья наверняка кто-то из вас написал слово высочайшее. А некоторые ничего не написали. Тоже неудивительно. Слово высочайшее, оно малоупотребительное слово. От наречия рано вы не смогли образовать простую форму превосходной степени. Наречие тихо. То же самое, как и слово высоко. Тишайшее, малоупотребительное слово. Поэтому, если кто-то не смог подобрать, я не удивлюсь. Ну, а с составной формой превосходной степени наречий наверняка вы справились все. И у вас получилось. Строже всех или строже всего. Выше всего или выше всех. Раньше всех. Раньше всего. Тише всех. Тише всего. Вот таким образом образуется простая и составная форма превосходной степени. Сейчас мы с вами еще раз попробуем закрепить этот материал, но задание немного усложняю. Итак, вам нужно будет составить предложение. Выше всех. Выше всего. Наверняка у вас получились предложения типа «мальчик прыгнул выше всех». Вот сейчас мы с вами и проверим, напутал ли кто-нибудь из вас или не напутал. Почему? Потому что мы с вами помним. Наречия относятся к глаголу. Значит, вопрос к наречию мы ставим от глагола. «Мальчик прыгнул как?» Выше всех. В нашем предложении наречия в составной форме превосходной степени. Следующее предложение, которое у меня получилось, может быть, у вас тоже получилось наподобие этого. Строже всего он наказывал соблюдать правила. Строже всего наречия имеет составную форму превосходной степени. И следующие два предложения, которые получились у меня. Раньше всех свет загорелся в школе. Раньше всех. Наречия в составной форме превосходной степени. Тише всех звучал голос новенького ученика. Тише всех. Итак, дорогие ребята, сегодня на уроке вы узнали, что такое энергия, виды энергии. Мы с вами познакомились с альтернативными источниками энергии. Узнали, как образуется превосходная степень наречий. Самое важное, мы с вами научились конструировать слова, чтобы у нас были наречия в простой и составной форме превосходной степени. Я думаю, что теоретический материал вы выучите. Желаю вам в этом успехов и до новых встреч!